Привет! Добро пожаловать обратно на наш с мамой YouTube-канал. Меня зовут Антон Эсс, это моя мама Анжелика. Здравствуйте. Каждую субботу у нас здесь интересные гадания на публичных личностей, на картах Таро, конечно, на интересные события. Спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки. Кстати, кто хочет лично пообщаться с мамой, пишите ее ассистенту Екатерине, ее телеграмм будет в закрепленных комментариях в описании к этому ролику. Катя обязательно устроит личную аудиенцию. Сегодня у нас гадание на для кого-то исчадие ада, для кого-то, ну, наверное, я не знаю, ролевая модель или... Спорная личность. Ахлобыстин, Иван Ахлобыстин, неимоверно отвратительная личность для меня. Знаешь, человек, который начинал с актера, то есть профессия достаточно толерантная, да, ко многому. Потом пошел в священники, что, в принципе, вообще должен быть максимально человеколюбивым и принимающим всех. А в итоге получилась такая комбинация истинного исчадия ада, такой звенящий ненависти ко всему, монархист, поддерживающий войну, безумие. Для меня его личность — это равна безумию. Олицетворение. Олицетворение. То есть реально человек с серьезными уровнями какого-то психиатра, проблемами, наверное. Ну, такое. Давай погадаем. Много вопросов. Много вопросов. Первое средство на Ивана. Он Иван Ахлобыстин. Ахлобыстин. А сколько ему лет? Ну, наверное, за 50. Ну, за 50. Солнце. Насколько знают все, у него 7 детей. Ну, может быть, будет 8. Солнце. Ребенок. Верховная жрица. А не занимается ли он какими-то айкультными делами? Королева бастонов. Да для меня это прям так все и выглядит. Это же две мистетические карты. Две рядом. Разных вер, разных конфессий. Он, наверное, приемлет все. Четверка Пентакли. Ну, что? Как это говорят в церкви, он сребролюбец. Сребролюбец. Маг. Он может играть любого. То есть он перетрансформируется. Карта смерти. Он перетрансформируется всю свою жизнь. Да. То есть он по большому счету-то актер. Если он вот так вот перевоплощение его. Но очень много спиритических картов. Очень много, очень много. Я не знаю, в теле у него правые детки. Типа здоровые? Да. В теле у него здоровые детки. Семеро у него вроде бы, да? Семь человек, да. Королева мечей. Он и не очень здоровый. Хотя он рисковат в высказываниях, но он по своему состоянию, он немножечко изношенный человек. Чисто не ментально, а именно физиологически. Физиологически, да. Пятерка бастонов. Скандальный. Одно дело скандальное, он сам не может ужиться с собой. Конфликтный человек. Он не может найти себя, но император. Император. То есть он очень властный человек. Я не знаю, каков он муж, но вот сейчас слово его на месте. В семье. Десятка кубков. Семейный человек. Но не настолько это семья, как для души. Как это бизнес на детях. Ту-спинтакли. Как это бизнес на детях. Вот я знала одну семью, они рожали до тех пор, на 11-м ребенке им дали двухэтажный дом от государства. Возможно, я не хочу ничего говорить, но дети, бизнес и он. Это его решение. Один ребенок, второй, третий, четвертый. Ну, думайте, уже не первый раз ржаете. Вот. Тройка бастонов. Вся его жизнь – это бизнес. Он не смотрит ни на унижение, ни на те скандалы, которые он сам разжигает, он сам провоцирует часто вот такие жесткие скандалы, дабы обратить на себя внимание. Потому что, ну, скажем, он не очень красив, риторика у него жесткая, не выбирая выражения, хотя он когда-то был священником. Ведь его рукоположили. Его рукоположили. Вот. Так что он заигрывает с потусторонними силами. Однозначно. Он знает то, что многие вообще не знают, которые даже варятся в этой сфере. Он глубоко ушел в эти дела. Так выберешь карту на Ивана Ахлобыстину. Ох, даже карты не слушаются. Лицо фартовое. Что бы про него ни говорили, какой бы у него имидж ни был, он в каком-то смысле фартовый человек. Будучи таким склочным, скандальным и противоречивым, все у него вроде как по этой карте. Эта карта, конечно, полгода. Это, конечно, карта удачи. Но это карта связи с поколением. Для него главное – это дети. По этой карте это связь с поколением. Может быть, хороший отец. Не знаю. Что-нибудь знаешь о нем? Нет. Знаю, что его публичное вот это вот безумие, вот его знают только поэтам. Знаешь, звенящая недависть. Итак, кто таков? Иван Ахлобыстин. Семерка Бастонов. Он вызывает сочувствие. Он один в своем. С ним общаться трудно, с ним дружить трудно, на него положиться не очень хорошо. Он одинок. Он сам себя, наверное, съел. Он одинок. Его же матушка не бросает. У них семь деток, да? Это самое страшное, когда в семье одинок. Он такой один. Ну, девятка кубков. Может быть, этот имидж, который он создает вокруг себя, это прикрытие для его богатства. То есть у него все есть. Абсолютно все есть. Что ему надо для жизни, для семьи. У Ивана все есть. Дальше. Тройка Бастонов. Он все понимает. Он все видит. Как к нему относятся, он все видит. Это, конечно, с таким имиджем тяжело жить. Но он это понимает. У него это в голове. Да, то есть он это не игнорирует. Не игнорирует, да. Это, то есть, ему вдвойне тяжело. Психологически. Он понимает, что он такой один. Но дети, и все есть. То есть в его мере... Двойка кубков. Ну, как-то не укладывается во голове. Если он когда-то был священником, он же был. Но у него были и другие связи. Другие связи. То есть он это приемлем. У некоторых женщин красивые мужчины те, которые абсолютно отвратительны внешне. Вот они видят вот в этом красоту. Ну, да. Другим берут. Вот. Нет. Это просто вот даже внешне. Они видят вот в этом, нельзя сказать, уродстве, да. Но близко к этому красоту. Некоторых отталкивают красавчики. Да. Вот красавчики, они очень часто отталкивают. Такие вот кукольные, носики точеные. Они бе. Девятка бастон. А ты знаешь, ну, внешний человек, этот дурной имидж, это его защита. То есть, если что, у него все сходит с рук. Это его защита. Какие бы он выходки ни делал, выходки такие непредсказуемые, то, что у него все сходит с рук, от него это ожидаемое. Что Ивану Ахлобыстину нужно остереваться. Король мечей. Знаешь, вот иметь столько деток, если он был священником, если он был батюшкой, значит, у него есть матушка. Не, ну, понятно. Там вообще есть священник. У него есть жена, которая нарожала. У него есть жена, да. Это тоже тяжелый груз. Он девятый. И к чему это? Ему тяжело. Он уже износился. Ну, проблемы со здоровьем. Надо обратить внимание. Да, обратить внимание. Потому что вот такое вывести. Одного трудно воспитать двое, а семерых. Говорят, семеро по лавкам. Вот у него такое. Стоит опасаться четверки мечей. Только здоровье. Здесь врач, и здесь у него какая-то запущенная болезнь. Запущенная такая хроническая болезнь. Он зря не обращает на это внимания. Она уже давно. Вот по картам. Ну, просто лет 9-10 назад. Дальше. Король Пентакли. Понимаешь, при всем том положении, неблаговидном в его сторону, у него есть какие-то кумиры, на которых он равняется. Он хочет достичь того уровня, вот, благосостояния, чтобы он, во-первых, мог прокормить детей и поддержать свое здоровье. Рыцарь Пентакли. Когда-то у него были, я не знаю, единичные или нет связи с молодыми, с молодой девочкой, да? Теперь он не понял, он не может. Он не может. Он не может иметь такую яркую, вот такую вот, ну, как будто бы сценическую жизнь. Он хорошо ухаживает. Он хорошо имеет вот начальные этапы знакомства. Ему это по плечу. Потом нет. Потом он все-таки семьянин. Ну, а иметь таких кумиров и тянуться за ними, не имея, в общем-то, большой базы материальной, материальной. Это тяжело. Десятка кубков. Нет, он семейный человек. А чего опасаться-то? Ему стоит опасаться за семью? Нет. Так как он тянет всех деток, да, он уже в болезненном состоянии тянет. Вот это ему надо опасаться. Ему надо сейчас не семью, не детей ставить на первую ступень, а самого себя. Потому что если у Ивана будет здоровье, дальше у семьи будет все хорошо. А Иван не будет, все пойдет. И поэтому это его... То есть не надо все отдавать, как Макаренко писал, детям. Сначала будете себя оденьте, и лучше кусочек себе. А потом дети. Вы будете, дети будут досмотрены. У него все-таки на первом месте это семья. И поэтому здоровье уже подкачивает. И уже давненько. И поэтому ему сейчас, вот на сегодняшний день, для любовных утех, ему самому вот выжить. Что у него за отношения в семье с женой? Запрещать, я так понимаю, он актриса у него, запрещать ей сниматься. Ну куда ей сниматься, семь детей? Не, ну мало ли семь детей. Я понимаю, она сама семерым меняет пеленки. Нет. Семь детей, то есть она все время беременная. Какие у него отношения с женой? Какие у Ивана Ахлобыстина? А как ее зовут? Не знаю. Не знаю. Ой, тяжело-то как. Десятка бастонов. Вот здесь вот самый архетип карты. Тяжело и ничего нельзя бросить. Тяжело и ничего нельзя бросить. Вот эти поленья, они неудобно сложены, чтобы их нести. Они кое-как сложены. То есть это все его заботы только на его плечах. Но хочешь не хочешь, его надо слушаться. Потому что на нем держится все. Не жена там все. Жена рожает и воспитывает детей. Вот и все. Это вот он как мужчина и отец. Хороший. Дальше. Королева кубков. Как он относится к жене? Когда-то она любовала собой. Когда-то, да? А потом, ну все. Время любования прошло. Не то, что он ей запрещает. Но это как-то не ко столу. Понимаешь? Когда-то она была лучше, чем сейчас есть. Она замучена. Паш Пентакли. Я думаю, у него вот тогда выпадал ребенок в шести картах. Я думаю, что еще будет ребенок. Вот. И будет ребенок дальше. Как он относится к жене? Кроме ли, планирует? Не то, что планирует. Если у него раньше была ставка на жену, теперь, возможно, то, чем он занимается, он будет... Это же связь с поколением. Он будет на свое место готовить одного из старших детей. Мальчика. Рыцарь кубков. Ну вот, ты знаешь, из четырех карт выпали два человека, работающие и любующиеся. Здесь присутствует выпивание, скажем так. Ну, может быть, они оба. Не прочь. Не прочь. По бокальчику вина выпить вечером. Или по бутылочке. Ну, если бы по бокальчику она бы не выпадала. Так, мам, любит выпить. Ну, как? Может, она вообще беременная сейчас, императрица? Ну, вот. Это женщина, ожидающая ребенка. Так его первый выпал младенец. И он смотрит на семью, падает беременная женщина. Ну, понимаешь, если смотреть вот на эту тройку карт, у нее защита в семье только по детям. Она не просто многодетная мать, она уже скоро будет матерью-героиней. Не знаю, как сейчас, раньше было десять детей. Десять детей вроде бы было. Мать-героиня. Ну, ей бы дотянуть. Семь человек рожать. Это же садишь с ума, нет? Конечно. Это, считай, каждый год, через год получается. Ну, да. Ну, это сколько? Это если семеро детей? Это в 15 лет могла она рожать. Я не знаю, как. Ой, какое-то... Ну, да. Отношение Охлобыстины интересно, да? Его отношение ко всему оно интересно. К войне, к Путину, к религии. Это очень много вопросов к нему. Потому что человек неимоверно противоречивый. Что у него за отношение к религии? Пришел, ушел, рукоположился, ведет себя не по канонам. Не по канонам он себя ведет. И если попы, попы или вообще воцерпленные люди, они хотя бы внешне пытаются вести себя в рамках, то здесь просто девальщина. Оправдание войны, оправдание, мы считаем, радуется концу жизни других людей. То есть не связывается это с человеком набожным. Знаешь, вот у меня всегда были, неважно какой конфессии священник, для меня всегда священник вот в детстве, неважно какой, это будет там православная церковь, католическая. Католическая, ну это как там мусульмане, где они ходят, да? Мечети. Мечети. Ты видишь человека религиозного, и тебе хочется подойти, обнять. Для меня они всегда вызывали ощущение безопасности, защиты, как домой прийти. Это потом, когда ты взрослеешь, ты видишь, сколько грязи, особенно вот у католиков и православных, там просто не перелопатить, да? Вот, и ты немножко начинаешь прозревать. Но по факту даже они, если что-то и творят, они творят это с закрытыми дверями. А хлобыстец же несет свою дурь в массу. Почему он вообще пошел в священные служители? Потому что выпало две эзотерические карты вместе, да? Слишком много вопросов. Что у него за отношение с религией? К религии. К религии. С религией. Его отношение с религией. Пятерка Бастону. Спорный человек. А может быть, он пошел туда, чтобы узнать себя или познать себя. То есть у него в душе вот он одинокий человек. Ты видишь, да? Он одинокий человек. Уже с пошатнувшимся здоровьем. Ему настолько тяжело физически и морально нести этот груз. Может быть, он пошел... Для соуспокоения. Да, да. Разобраться, кто он. Одинокий вы понимаете, в каком контексте. Может быть, в тиши церкви он мог себя найти. Это не подстрекательство. Это просто пятерки, это маленькие башни. Как только он стал чувствовать, что он рушится изнутри, ему нужно было к чему-то... Тихая гавань. Вот, пристать. Вот это от того... От познания себя. Неглупый человек. Королева Бастонов. Пришел он туда не с теми намерениями, с которыми идут священники. А может быть, пришел, чтобы отмолить то, что он делал. Посмотри. Это же вещи неправильные. На срезе падают эти карты. Для него это важно. Для него это важно. Да, многие оккультные вещи делаются в церкви. Может быть, пошел познать себя еще с этой стороны более глубинно. То есть, или иметь дома атрибуты церковные, или попасть в сам храм. Или попасть не просто в храм, а попасть на... В самое сердце. В самое сердце, на правах. Прямо на правах. Ну да. Понимаешь, Ивана Ахлобыстина может понять очень редкий человек. Знаешь, есть такой известный факт. Для кого существует бог, дьявол, да? Так вот, дьявол знает Библию лучше всех на свете. Понимаешь? Это факт, да? Он знает каноны Божьи. Он знает все. Это если мы сейчас исходим с точки зрения эзотерики и всей вот этой вот позиции, да? Может быть, и пошел он в религию. Не для успокоения и поиска себя. Для познания. Для, знаешь, знать своего врага изнутри. Знаешь, ну если уж так пошли. Потому что по факту, если бы он был священником, он был священником до сих пор. Но его непонятно, он мирской или нет. Он проповедник или нет. Он священник или нет. Но не ведут так себя священники, которые нашли себя в лоне Божьем. Я люблю одно выражение. Дьявол – это ангел. Падший, но ангел. Да. И поэтому я вот с этой точки зрения могу Ивана Ахлопесина понять. Может быть, он настолько захотел вот узнать себя и познать себя в этом. Но это карта эзотерических знаний. Это карта колдовства. Да. Попроще. Дальше. Пошли. Девятка Пентакли. А ты знаешь, а я его понимаю с другой стороны. Он захотел прикоснуться к духовной элите. Элите именно. Вот высокого ранга священнослужителей – умнейшие люди. А Ахлопесин не глуп. Нет, он не глуп. Ни в коем случае нет. И поэтому я его очень понимаю. Понимаешь, чтобы туда попасть, просто так туда не попадешь. Он решил стать священником. Но ведь не просто с улицы возьмут и рукоположат. Нет. Значит, он на какой-то вес уже имел в той церкви, куда его взяли священниками. Но он имел вес, потому что его публичный человек. Нет. Ну как? Публичное дело с священниками. Это нужно, во-первых, духовный семинарию закончить, академию духовную. У него такого нет. Насколько я понимаю, он по своей профессии кто? Режиссер. Может быть, некоторые думают, что это его очередная роль. Нет, это не роль. Это было его внутреннее желание побыть там, где никто не бывает. Где бывают воистину избранные люди. Так что... Но избранные кому надо попасть в церковь. Да. То есть, в алтарь не каждый вхож, а то есть священник, он знает все таинства. Он бы там остался, если бы не прознали его шашни. Он бы там остался. Ему там было бы льготно. Потому что он сначала стал священником, потом режиссером. А сначала режиссером, а потом священником. То есть, он глобально изменил направление внутреннее, направление своей души. И поэтому, может быть, и попался достаточно нравственно его владыки. Я не думаю, что, мама, я, знаешь, я, вот он выпал, для меня это как граль со святой водой. Я не думаю, что в грязной РПЦ, РПЦшной лавке, не мне вам говорить про яхты с эскортом, не мне вам говорить про майбахи, не мне вам говорить, что сейчас начнет возникать, про часы патриарха, которые стоят как 75 ваших квартир, которые вы никогда не купите. Я думаю, что последнее, почему его бы отлучить, но он не отлучен. Это из-за каких-то шашек. Для меня это прям все идет как-то в контексте вот этих вот эзотерических знаний. Это прям как граль со святой водой. Это мог бы быть граль, если бы здесь был Ярофант. А здесь молодая девочка. Какой это граль? Вот какой это граль, понимаешь? И последнее. Тройка мечей. Он пошел за успокоением, за умиротворением, а получилось все наоборот. Да, разочарование. Только разочарование. Разбитое сердце. Он даже не ожидал, может быть, он увидел то, что не думал увидеть. То есть для него церковь стала как разочарование. И такое настолько глубокое, настолько ранено его. То есть он шел в одно, а получил в итоге другое. Его отношение к политике Путина. Это для него бизнес, но он сейчас является реально, он там на одной сцене, где Путин приходит, диктатор приходит, толкает свою речь. Он это. Это важно. Сейчас Ахлобыстин играет большую роль именно не только в светской жизни, но и в политической игре. Он является одним из таких ярых пропагандистов путинизма, войны. Полностью поддерживает, я не знаю. Он может быть и советчик. Ну, я не знаю, насколько так высоко. Его истинное отношение вот к политике Путина. Истинное отношение Ивана Ахлобыстина к политике Путина. Рыцарь мечей. Иван Ахлобыстин делает то сейчас, что ему не присуще. Он идет сам против себя. Чтобы не было ссора, какой имидж о нем, он идет против себя в угоду, чтобы ему также прокормить своих детей. Вот ты понимаешь, если даже в Евангелии написано, если женщина идет на блуд, чтобы прокормить своих детей, это не грех. Ну, да. Это не грех. Он найдет сыночек сам против себя. Ну, потому что это необходимо. Семерка Пентакли. Он давно понимает, что то, что делает Путин... Его политика, да. Это неправильное. Он видит уже по итогам малые-малые результаты. Сколько бы они старались вспахивать, поливать, барановать землю. Итоги малые. Это он сейчас так понимает. Про политику Путина. Дальше. Четверка Бастонов. Он пробивает себе путь дальше. То есть актер, он уже и жил себя. Священник он и жил. Теперь он подался в политику. Но, заметь, где бы он ни был, он везде имеет какие-то определенные успехи. Успехи, да. Здесь, то есть он становится многогранен. То есть речь у него доходчивая, достаточно убедительная. То есть он владеет массами. Он же был пастырем. Что такое пастырь овец православных? Он им был. Королева Пентакли. Ну, это деньги. Это мягко добытые деньги. Там должна быть риторика. Там нужно, хоть и против себя, подстроиться. Видя, что не так идет, но молчать. Потому что он находится уже в определенных высоких кругах. Там деньги. Актер он сейчас никакой. Священник, тем более, если его отлучили. Его не отлучили. Не отлучили. Ну, вот. Шестерка Бастонов. У него награды там будут скоро. Да, скоро. У него будут награды. Он себя ведет мудро. Может быть, не высказывая своим. Для себя. Для себя мудро, да. А люди, которые видят, как он себя ведет, не догадываются. Это внутри у него философ. Такой экспериментатор. Но все эксперименты у него удаются. Ну, вот это состояние. То есть, ты понимаешь, состояние неадеквата. Нормальный человек не будет так себя вести, не будет так себя нести, не будет так доводить свои мысли до толпы. То есть, человек, знаешь, когда смотришь такого, видишь такого человека, человек на грани или нервного срыва, или человек клинически безумен, клинически безумен, или человек серьезно под чем-то. Что с Ахлобыстином? Вот этот его надрыв, вот эта его ненависть, вот это его звенящее состояние хронической нервозности, когда он стоит на краю обрыва. Вот так я лично воспринимаю. То есть, человек, который... На крайне. Он пугает. Он пугает. Что это за состояние? Это безумие? Это запрещенные вещества? Или это просто... Состояние его такое. Ну нет, составить такого быть не может. Мама, он всегда был этим экспрессивным, да? Ну, это уже пошло, это вот, это он безумие, что с ним любовники. Прежде чем менять свою платформу, он настолько все продумывает. Он точно знает, можно поменять, можно поменять в какое время. Это очень собранный внутри человек. Это карта выбора. Он, во-первых, образован. Он образован многогранно. То есть, быть священником, это жить по канонам. Быть актером, это режиссером. Это, опять добавляет в копилку, быть священником и еще. Ты смотришь, он как-то себя страшный монстр, да? Он многогранен. Многогранен. Вот ты снял меня с языка. Он многогранен. Это есть его выбор. Он не безумец. Десятка Пентаклей. Эти все шаги, эти все ступени, эти все тропы для того, чтобы иметь деньги, для того, чтобы накормить семью, для того, чтобы содержать. Ты можешь представить, вот у тебя сейчас две собачки. А если бы было семь, это было бы ужас. А если семь детей и жена? Безработная. Безработная. Так что тебе надо было думать обо всех. Он обо всех думает. В моем понятии он заслуживает уважения. Нет, мам, это не уважение. Понимаешь? Он думает не обо всех. Он думает исключительно о себе, инфлюенсируя толпу, работая на вот эту вот машину безумия, которая называется путинизмом. Он не думает о величии России. Он не думает о великом светлом будущем. Он зарабатывает здесь и сейчас, чтобы элементарно прокормить себя и свою богатую семью. У меня странная мысль. Не хочет ли он быть преемником? У меня вот эта мысль прошла, когда еще два круга назад. Вот уж будет упасти Боженька. А вот не знаешь. А Россия не такое проглотит. Ой, восьмерка мечей. Хотел бы уйти, да не может. Заложник образа. Заложник образа. Заложник того положения. Когда он был в киноиндустрии, он был заложником там и играл хорошо. Когда он был священником, действующим священником. Мы не знаем, как он был священником. Но он был долгое время. Вот. Он хочет уйти, но не может. Вот по этой карте пускай кто-то решит за него. Вот если он там будет неугоден, ему скажут, тогда он уйдет. Другую поставить, да? Восьмерка бастонов. Он долго терпит, он долго собирается, но решает в одночасье. И у него это получается. Он очень долго думает, а потом принимает скоростные решения. Луна. Он как никто понимает, что все пути, которые он прошел, они еще ложные. Они еще не те, которые истинно ему нужны. Они еще не совершенны для него. Он еще не закончил искать себя, как ни странно. Но я боюсь одного, чтобы он не впал в безумие. Это карта безумия. Безумие. Потому что здесь вот на этой карте видишь все три луны. Все четыре луны. Новолуние, растущие, полные, убывающие. И он это все проходит. Он до сих пор, до сих пор у него нет ни врагов, ни друзей. Он мечущая натура. Но если люди не понимают, что они во лжи, то он понимает и не уходит. Он экспериментатор на грани. Спрашивали у нас, у нас есть телеграм-канал у меня, и мы задаем вопросы. И вот там почти 160 тысяч подписчиков подписывайтесь. Там тоже интересно. Описание будет как-то подписаться. Спрашивали много вопросов про его отношения с Асмусом. С Кристиной Асмусом. Это актриса, молодая актриса, красивая девочка. Терпеть я не могу. Ну, мои отношения здесь не важны. Были ли у него какие-то отношения? Если были, какие с Кристиной Асмусом? Кристина Асмус. Да, молодая, красивая девочка. Слушай, Паш в Астону. Ну, она для него прям юна. То есть она молода. А ты знаешь, у них, может быть, были какие-то взгляды светлые. Творческие. Творческие, да. Он же был режиссер. Я так понимаю, там как-то они соперекоснулись именно так. Но по первой карте ничего плохого там не было. Колесница. Но как она не могла его уважать, если он был ее, возможно, руководителем? Вот. Проекты или что-то. Она была в упряжке с ним. Юстиция. У него в голове всегда не буква закона. Боязнь закона. Боязнь закона, да. Он такой аккуратный, очень осторожный человек. Если чисто внешне он немножечко неправильно себя ведет. Неадекватный. Неадекватный. То он понимает, это все очень чревато. Сасмус. Да нет. Двойка бастон. Понимаешь, может быть, было какие-то чуть на грани. Но там ничего особенного не было. Творчество. Творчество в одной команде. И, может быть, юридическими договорами. Договорами, скорее всего. Это не юридические. И в итоге что у них? Да ничего. Семерка бастон. Пустота. Это пустая болтовня. Понимаешь, вот некоторые вот, надо просто укусить человека. Его кусать не за что. Ты видишь. Ничего кроме творческих. Какого-то тандема. И потом они такие юные. Они правильные. Сначала один бастон, потом два бастона. Потом идет уже, ну, надо выполнять задачи режиссера. Как жена вообще относится к нему? Как ей вот... Это лучший вопрос. Потому что нам задавали вопросы, как жена относится к тому, почему он запретил ее сниматься в кино. Как она вообще к нему относится? Вот к такой вот ситуации, что она, считай, не сушка, а он, пятерка монет. Но она от него зависима полностью. Да. Полностью зависима. Это по пятерке Пентакли. Полностью человек зависим. А теперь она еще укрепила сама себя в вере. Это же вера. То есть для нее это было тоже отчасти вот его служение, когда было в церквях, да? Это было для нее спасение. И для него, то есть он сам себя завел в некую узду. Она к нему относится, что ли? Король Бастонов. Я не знаю, насколько он в миру такой. А в доме он немногословен. А как там можно быть многословен, когда семь детей? То есть он приходит и наблюдает, что произошло. Я его понимаю, как она относится. Верховная жрица. Но она тоже не лакомшита. Эта девочка достаточно образованная. Но вот когда он занимался некой эзотерикой, она немножечко вникала тоже. Может быть, они едины духом. Это вот в голове. То есть это все, эта карта, знать неопознанная. Вот, чтобы он ей открыл что-то, она должна это не заслужить, но каким-то образом приблизить, да? Тройка кубков. Да нет, это хорошая семья, они единомышленники. Да. Может быть, она и знает какие-то, но она не воспринимает женщин как женщин. Она может быть как гости. Она стала истинной матушкой. То есть она такая милосердная, человеколюбец и прочее, прочее. Ох, дьявол. Как она относится к нему. Это называется «с ним я забалуешь». А тебе не кажется, что... Кажется. Может, они пара? Ты понимаешь? Пара по договоренности. Я не удивлюсь, не знаю, у меня какая-то шальная мысль пришла. Я не удивлюсь, если они сделают свою церковь. Вот свою церковь. Ну, церковь-то вот такая. Да, может быть, это путь к высшему эшелону власти. Что у него за отношения, что у него за заигрывание с... То есть с дьяволом. С дьяволом. Что он хочет получить? Любой, какую он роль там играет? Что он хочет получить от подпаса? Башня. Ну, он доиграется. Он учится быть злым разрушителем. Человек, творящий зло. Понимаешь? Он вдруг проявится скорой. Какая чертовщина идет. Это чертовщина. Такая адская. Черная церковь, разруха, дьявол. И тайные знания. Тайные знания. Интересный персонаж. Не дай божечки. Спасибо, Боже, к такому исповедоваться-то, да? Прийти. Думаешь, к оделам что сделать? Да я боюсь. Он пострашнее еще будет. Рыцарь бастонов. Вот ты знаешь, на протяжении всего угадания у меня было ощущение, что он все-таки неадекватен не по своей натуре, а по приятию чего-то. То есть, я думаю, для того, чтобы расслабиться или... Войти в измененное состояние сознания, скорее всего. Чтобы уйти от этого всего, он, может быть, расслабляется, потому что на нем непомерный мозг. Мама, я думаю, он не расслабляется. Это как люди курят сигареты. Иют вот это в Бразилии, это яд жаб каких-то. Надо измененное состояние сознания. Вот ты спросил. И третья карта. Ну, своего рода такое по дьяволу умиротворение. Поиск. Туз мечей. Это все делается по его великому. Он очень умный человек. Он очень прагматичен. Он это делает не от просто глупости своей, а от своего ума. Он все пробует. Понимаешь, у него очень пытливый ум. Вот стучится он в эту дверь, стучится, а ведь откроет ему. Да. Как бы это не пожалел. Горе от ума. Горе от ума. То есть недюжего ума. Все равно я его понимаю. Ты его тоже понимаешь. Я понимаю, мама. Вот там какой-то совершенно другой уровень. Давай посмотрим, куда этот ум. Две карты. Карта мира. Мне очень нравится. Вот его, понимаешь, у него не маленькие кружочки, он ходит по большому кругу. Один круг. Режиссер. Другой круг. Священник. Черный священник. Черный священник. А третий, может быть, политика. Нет, я думаю, там идет какую-то эзотерику непонятную. Посмотрим. Двойка. Следующий круг, он еще не определился. Но туда, где он был, режиссеры, со священники, он больше не ходок. Сейчас у него две темы. Он еще не понимает, куда ему пойти. Но он никак ли не дурак. У нас написали. Почему вы никогда не спрашиваете про ближайшее будущее? Вот никогда. Вот это интересно. Это потом интересно. Как мы гадали, ужасное гадание было на Навального. Первое гадание на Навального. Двадцать шестая минута. Посмотрите, да? К чему приведет его вот это вот смотрение в бездну, да? Вот он смотрит в эту черную бездну. К чему это приведет его? Куда приведет путь, который выбрал Ивана Хлавыста? Куда приведут его эти знания? Четверка кубков. Ему это в кайф. А ему дается. А ему дается. Ему дается. Он устал от семьи, от режиссера, от церкви. И вот вдруг божественное осенение. Действительно уставший человек, может быть, в этом, вот в этой водивальщине, он и найдет свое успокоение. Вот как и странно. Каждый высоко. Солнце. Вот он верит в свое светлое будущее. Идет к своему свету. Иерафан к своей церкви он идет. А может быть, имея сан священника, он может будет и в епархии? Не знаю. Я думаю, к церкви он больше не вернется. Ты же видишь этот церк. Как ты сказала, может быть, свое что-то сделает. Вот свое. Секту. Да, это будет секта. Четверка Пентаклина. Секты отличаются тем, если там в православии, еще где-то, люди сами подают, то здесь обязательно десятина. Это, возможно, работа, где будут деньги, церковь, где будут... Возможно? Да. Обязательно. Обязательно. Пятерка мечей. Война ему на руку. Война ему на руку. Он тоже играет какую-то роль, чтобы его не выбили из обоймы, в которую он сейчас попал, в удачную. Десятка мечей. Ну, знаешь, он кому-то сильно насолил. Если мы гадаем на будущее, пускай он поосережется тех людей, которые не воинствующие, а которые криминальные. Там криминальные люди. Где он сейчас есть, там криминальные люди. Тройка Пентаклина. У него, помнишь, вот я тебе сказал, он еще не может определиться вот будущее его темы, да? Здесь или будет связано с войной, или с церковью. Все равно у него же есть опыт. Это ведь не с улицей священник. То есть он хочет в будущем, но зайти в высокие кулуары. И в итоге... Двойка мечей. И мечи пошли. У него такая мужская позиция выждать. Он умеет выждать. У него сейчас это вынуждено. Это никто не видит. Ему надо просто выждать время, когда сделать шаг вперед. Паш мечей. Когда он был священником, ведь все дается по вере твоей. Он во что-то верил, а когда видят вот такие... Это военные карты. Одни мечи. Мечи юных дев, юных мальчишек. Это нечестная игра. Здесь одни убийства. И теперь он думает, а правильно ли делает церковь, и можно ли... Сейчас нужно идти с ней в ногу, чтобы не выпасть из той обоим. Заключительная карта на будущее. Цезда. Мы о нем еще услышим. Его путь звездный только начинается. Интереснейшее гадание. Может быть, кто знает, о чем мы конкретно говорим, потому что вот эти все эзотерика, это, это знает, видимо, какой-то только очень узкий круг людей. Очень интересно послушать ваше мнение. Слышишь, он меня пугает. Страшный человек. У меня очень узкий круг людей. Людям, которые... Интересно послушать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого. Ты хочешь лично пообщаться с мамой, пишите ее о стене Екатерине. Ее телеграмма будет в описании к этому ролику, в запрещенном комментариях. Всем хорошей субботы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok